Центрально-городской райотдел полиции Макеевки стали поступать заявления о мошенничестве. Горожане сообщали правоохранителям, что неизвестная размещала объявление. Она обещала оказать содействие в оформлении выплат социальных пособий и документов на территорию Украины без необходимости выезда. Граждане, которые по состоянию здоровья либо иным причинам не могли поехать на территорию соседнего государства, поверили обещаниям незнакомки. Женщина рекламировала свои услуги и говорила о том, что действительно оформляет данные пособия на различные пособия детские, пенсии и даже свидетельство о рождении на Украине без выезда лица, что стоимость услуг составляет приблизительно в среднем 2000 гривен, тысячу наберет предоплату и необходимы ксерокопии документов. Зломышленница назначала потерпевшим встречи, забирала предоплату за обещанные услуги и ксерокопии документов, после чего обещала перезвонить. Обещала определенные сроки исполнить свои обязательства в течение двух-трех месяцев. Через определенные сроки, когда люди стали спрашивать по поводу оформления своих документов, она отвечала о том, что все оформляется, что скоро все привезет, что все будет скоро готово и различные отговорки. Никуда не выезжала, никаких пособий не оформляла, а данные денежные средства тратила она собственно немножко. К фигурантке за помощью обращались жители многих городов республики. Женщина периодически звонила потерпевшим и сообщала, что процесс продвигается и ждать осталось совсем немного. Она каждому по очереди перезвонила, что да, ваши документы все приняли в обработанном виде, все ждите. Ну мы подождали какое-то время, видим результата никакого. Мы же начали ей все по очереди звонить, или не берет трубку, или сбрасывает. Грубо отвечала, сколько раз звонили, она то в больнице с детем лежала, не могла приехать, то еще на каждый раз отговорки. Ждали, и на автовокзале ждали, и так ждали, и звонками. Денег нет. Мы ее предупреждали несколько раз, что думай, мы напишем заявление на тебя, пишите, что хотите, то и делайте. Сбрасывала, потом обещала, что вот-вот на блокпосту, я жду там. Потом назначала в Лавайске на школе, привезти карточку и приселиться. Мы подошли, подождали звоню, она сбрасывает, ждала, ждала ее, никто три раза так приезжал. Немножко было денег у нас, и мы еще оставшиеся, что не хватало, занималось соседей. А теперь не знаю, как нам жить, то, что все-таки копейка, и деньги немаленькие. Обманутые граждане обратились за помощью в полицию. Правоохранители оперативно установили личность, подозреваемые в мошенничестве. В ходе обыска в ее квартире было обнаружено 200 документов потерпевших, которые отдавали ей деньги и документы. Из-за чего были возбуждены уголовные дела, часть из которых уже направлены в суд. Подозреваемая утверждает, что произошедшее всего лишь неблагоприятное стечение обстоятельств. Женщина якобы собиралась вернуть деньги потерпевшим, но по ряду причин этого не сделала. Ну, потому что ребенок родился. Дали денежно сидеть, чтобы не получилось. Отдавали в 15-м еще в правительство областей, чтобы можно было выехать. А так дали денежно, но не получилось выехать и сделать. Ко мне обращались много людей, но я им не сделала, потому что я не смогла им сделать. Вот. И так получилось, что открыли уголовные дела. Ну, в шоке, ну и что я могу сделать? Я пытаюсь любыми способами вернуть деньги. Но в искренность мотивов фигурантки потерпевшие не верят. Женщина тянула время и так и не вернула полученных денег. Многие люди физически даже не могли туда доехать. Вот. И вот такие вот аферисты пользуются вот такими вот моментами. Ну, надо иметь просто совесть. Хоть какую-то элементарную совесть. Я уверена, что полиция разберется и накажет таких людей. У меня одна надежда на полицию, правосудие, что все это дело на самотек не пойдет и накажет по справедливости. Правоохранители устанавливают детали произошедшего и степень вины подозреваемой. Привлекается данная женщина по статье 165 часть 2 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданина. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Стражи порядка призывают граждан не попадаться на уловки злоумышленников и не верить мошенникам, обещающим оформить социальные пособия на территории Украины без необходимости выезда.